Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Рабде, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя. В телесериале «Самое красивое». Режиссер Маркус Реес Андраде. 152 серия. Это безумие, Рикардо. Сара уже не способна на это. Я дал ей слово, папа. Я его выполню. Ты меня прости, но я согласна с твоим отцом. Я не могу представить себе Сару на подиуме. Уже не могу. Не могу. А вы думаете, я могу? Нет, Сусанна, нет, папа, но скажите мне, что я могу поделать. Нет, лучше помогите мне, сделайте что-нибудь. Только перестаньте повторять, что это безумная идея. Это все равно не помогает. Скажи, в чем причина? Ну, почему Сара так настаивает на своем возвращении к моделированию? Почему ты согласился? Ну, потому что я не мог отказать ей, папа. Она требовала это от меня. Ну, хорошо, ты знаешь, папа, сколько зла я причинил Саре. У меня нет другого выхода. А ты знаешь, сколько денег вложено в показ модели этого сезона. Мы не можем, не можем рисковать. Поэтому я и прозвал вас, папа. Я хочу, чтобы вы помогли ей. Особенно ты, Сусанна. Ты должна постараться и опять сделать из нее модель. Я прошу тебя об этом. Как друга. Но сделай так, чтобы она опять стала лучше. И вот и все. Папа, ты знаешь, я в долгу перед Сарой. Я пообещал ей. Вы поможете мне? Ты, папа, поможешь? Да или нет? Да-да-да, не беспокойся, все здесь. Остой здесь, я хочу их посмотреть. Успех нам обеспечен. Это сенсационные модели. Ай, конечно же, они сенсационные. Ну, ладно, я пойду, я сейчас шью модель под номером пять. Хорошо, не забывай, 33 градуса. Не беспокойся. Пока. Не беспокойся, 33. Пока. А ты что это ты смотришь? Дай-ка сюда. Еще чего, это сделала Габриэла Грубер. Слышишь, это плагиат. А ты не лезь, куда тебя не просят. Иначе можешь считать, что ты уволена. Ты меня хорошо расслышала? Или держи рот на замке, или я тебя увольняю. Маклость какая, а? Вот нахалка. Ведь, конечно же, это работа Габриэлы. Отлично, Роксана, дай мне их сюда. Роксана, дай мне, кто их разрабатывал? Ну, Рикардо, там же написано. Кто? Кто их сделал? Сара? Нет. Это не ее. Да нет, конечно же, она их придумала. Я лично помогала ей при разработке некоторых моделей. Роксана, ты меня за дурака считаешь? Или думаешь, что я ничего в этом не понимаю? Извини, Роксана, но эти модели не Сара делала, и ты это знаешь. Вот. Хорошо, что я ввел их в компьютер. Ты видишь? Ты же видишь, Роксана? Изменен цвет, изменены некоторые детали, но это те самые модели. Это модели Габриэлы Грубер. Мне кажется, что твое время прошло. Ты как бы вышла в тираж. Не вписываешься в современную моду. Похоже, Рикардо потерял чутье на девочек. Раз уж он выбрал тебя на роль одной из своих куколок. Знаешь, среди стольких Барби ты выглядишь несколько выцветшей, дорогуша. Габриэл, похоже, ты сегодня встала не с той ноги. Я бы сказала, ты раздражена. Почему? Тебе настолько неприятно, что я опять властвую в Тропе Белла? И над Рикардо? Я тебе говорила, где я познакомилась с моим мужем, правда? На показе мод. И я его потрясла. Похоже, ты не знаешь эту историю. И я поражу его еще раз. А вместе с ним и всех на свете клиентов. Потому что подиум, это замечательно. Чувствуешь себя королевой. А ведь я не буду скромничать. Я была великолепна. И я стану опять самой лучшей с помощью моего мужа. А что касается моего возраста, который, похоже, тебя так сильно волнует. Не забывай, что в Европе лучшие модели работают почти до 40 лет. А мне еще далеко до этого возраста. Понятно? Ну все, я ухожу. Ну пока. Мне пора. Чудный ребенок, чудный. Скажи своей маме, чтобы она тебя так убого не одевала. Скажи ей, что ты принц. А для принцев должно быть все самое лучшее. И еще скажи ей, чтобы она хоть немного привела себя в порядок. А то она похожа на заморашку. Никто не поверит, что она модельер одежды. Пока. Пока, гады. Надо же, какая я глупая. Она вся такая ухоженная, эта негодяйка. Она нас застала в таком виде. Она такая красивая, такая разодетая. Она оскорбила тебя, моя радость. Тебя и меня. Рикардо предложил ей быть опять моделью. И ей тоже. Ну какая я злая. Знаешь, что я тебе скажу? Нечего смеяться, когда твоя мама так разозлилась. А я, правда, очень разозлилась. Добрый день, Эстер. Это раньше были дни добрые. Вчера... Вчера, понимаешь, я перегнул палку. Понимаешь, да? Я немножко... Я бы сказала, не немножко, а сильно перегнул. Ну пропусти меня, а то меня дома ждут завтракать. Хотя я тебя как увидела, сразу есть расхотелось. Тебе и есть расхотелось? А, ты что, собралась, свечи есть? Отдай. Это чтобы... индейцу поставить. На алтарь у нас дома. Мама говорит... Огонь свечи показывает умершим дорогу на небо. Понимаешь? Ну, Эстер, ты прямо на улице плакать собралась. Да, я плачу. Плачу по нему. Тебе это не нравится? Да, не нравится. Потому что меня охватывают сомнения. Я не понимаю, как ты плачешь по Артуру. Скажи, Эстер. Ты плачешь по нему как подруга? Или как женщина? А? Скажи, как ты плачешь по Артуру? Как? Как ты плачешь по индейцу? Мамочка, мне нужно, чтобы ты с ребенком посидела. Я скоро вернусь. А куда ты идешь такая красивая, разодетая? Я собираюсь бороться, мама. Опять бороться за мою честь, за честь моего сына. Пришел конец унижениям. Больше я этого не допущу. Я сумею постоять за него, мама. За него и за себя. Мамочка. Мамочка, прошу тебя, посиди с малышом, я скоро вернусь. А куда это ты идешь такая красивая, приодетая? Я собираюсь бороться, мама. Опять бороться за мою честь. И за честь моего сына. Все. Пришел конец унижениям. Я больше этого не допущу. Я сумею постоять за него, мама. За Габриэля и за себя. А кофейку? Кофе не выпьешь? Он только что сварен. Ну и что это значит? Зачем ты явился? Кофе выпить с утра? Зачем пришел, я спрашиваю? Отвечай. Как это, зачем я пришел? Как это, зачем? Это ведь мой дом. Нет. И кто меня отсюда выгонит? Кто меня отсюда выгонит? Теперь, когда полицейский умер, меня отсюда уже никто не выгонит. Никто меня не вышвырнет. Ясно? Никогда. КОНЕЦ Вон он. Диего. 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 Лёли? Нет. Диего. Извините, мне нужно поговорить с вами. Что с тобой, детка? Какая муха тебя укусила? Я видела модели, которые были у Григория и Роксаны. Да, тебе понравилось. Конечно. Это лучшее, что я когда-либо видела. Деточка, если ты пришла меня поздравить, то... Смени тон. Я не поздравлять пришла. Эти модели не ваши. Нет? А, ты не увидела моей подпись. Она там есть. Есть. Я видела её. Именно поэтому я здесь. Это работа Габриэлы. Это плагиат. Воровство. Это мои модели. Вот что я тебе скажу. Нет, не твои, Сара. Это работа Габриэлы. Это плагиат. Явный плагиат. Я не дам тебе их украсть. Ясно? Надо же. Этот день замечательно начинается. Ещё только утро, а ты уже появилась. Хорошо. Здравствуй. Какая ты красивая, с особенным блеском в глазах. Наверное, это от злости. От злости? Надеюсь, не я тому причина. Извини, Аурелио. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Я пришла, чтобы дать тебе ответ. Ответ? А на какой вопрос? На тот, что ты задал мне вчера. Я ответила... Нет, но сейчас, Аурелио, я говорю «да». Ты изменила своё решение? Полностью. Да, я хочу победить. Да, я хочу блистать. Я хочу заработать много денег для себя и для всех моих. Да, 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 Аурелио. Я хочу быть моделью. Не знаю, что тебе сказать. Я так удивлён. Вчера ты так категорично отказалась. Тебе следовало бы поздравить меня с этим решением. Конечно. Конечно, я так рад. Я очень рад. Очень рад. Шеф. Кто тебе велел заходить, дурак? Извините. Я ненавижу, когда мешает, когда мы вдвоём. Но ведь он же не знал. Ты жестоко с ним обошёлся. Может быть. Может быть. Потому что это радость от встречи. Знаешь, в моей жизни мало настоящих радостей. Поэтому, когда они у меня есть, я становлюсь эгоистом. Не хочу, чтобы кто-нибудь крал у меня ни секунды из того, что мне принадлежит. Афродита, это идеальное время, чтобы пить за богиней. Алло. Перес. Приноси немедленно бутылку шампанского. Самого лучшего. Холодного, конечно. И два бокала. Шампанское? В это время? Именно в это время, Габриэлла. Афродита. Это идеальное время, чтобы пить за богиней. И именно сейчас подходящее время для рождения одной из них. Неуверивай, Сара, это плагиат. Это бесстыдно. Это отвратительно. Не надо меня оскорблять, Рикардо. Нет никакого плагиата. Это мои модели. Неправда. Клянусь, я хорошо их знаю. Их автор Габриэлла Грубер. Габриэлла. Кто ты такая, чтобы лезть не в свое дело? Кто тебе позволил вмешиваться? Девчонка. Дай сказать, Сара. Я говорю правду. Эти модели принадлежат Габриэле. Ну, конечно. Ведь Габи твоя подружка. Ведь это она дала тебе здесь работу. Нельзя ей верить, Рикардо. Она куплена тем, что ей дали здесь работу, на которой тебе нечего больше делать. Только шпионить и лгать. Конечно, чтобы помочь своей подружке. Хочу тебе сказать, что больше не желаю тебя видеть. В Тропибелле. Конечно. Рикардо, прошу тебя, клянусь, она лжет. Они с Габриэллой одна команда. Поэтому нельзя верить ее словам. Кроме того, я собственными глазами видела, как Сара разрабатывала эти модели. Что такое это? Я отлично знаком с этими работами. Я видел, как Габриэла их создавала. И ты тоже это видела? Роксана. И ты, Эва. Пожалуйста, оставьте меня с Сарой. Выйдите. Хорошо. Ну, скажи, Сара. Ну, зачем? Зачем все это? Я ведь был готов помочь тебе. Но все вот это отвратительно. Сара, это... Это воровство. Ты все это украла. Украла. Мальчик выскочил прямо передо мной. Синьор, он так неожиданно выскочил. Я не виноват, синьор. Вот твой ящик, Диего. Хорошо, что я спасся. Хорошо, что все обошлось. Успокойся, Юля, не расстраивайся. Меня даже не задело. Ты успокойся. Да, ничего не случилось. Ничего не произошло. Ребенок в порядке. Можете спокойно уезжать. Поезжайте. Спокойно уезжайте. Он отделался легким испугом. Диего, с тобой точно ничего не случилось? У тебя ничего не болит? Нет, дядюшка, ничего. Только вот здесь вот царапина. Могло быть и хуже. Ну, что ты говоришь, Диего? Ты что, хотел умереть, да? У меня никого больше нет в жизни. У меня ничего нет. А если что-то у меня и появляется, то это сразу отнимают. Я родился, чтобы жить один. А я как же, Диего? Я ничего не значу? А как же еще один человек? Я, Диего? Я что, не существую, а? Давай, давай поговорим. Я знаю, у нас тяжелое положение. Я не буду это отрицать. Дела наши плохи. Мы страдаем. Я знаю, нам сейчас... Нам сейчас хочется только плакать. На это у нас есть все причины. Удар был тяжелый. Непросто теперь приспособиться. Совсем непросто. Мы с вами вместе. Втроем. Для того, чтобы не забывать его. Диего, сынок, не пытайся забыть Артура. Ты никогда не сможешь его забыть. Вы были очень привязаны друг к другу. Он же хотел, чтобы у тебя все было хорошо. Он же не хотел, чтобы ты был уличным ребенком. Диего, не разочаровывай его. И не оставляй этого грустного старика. То есть меня. Ты мне так нужен. Диего, ты мне нужен, как никогда. Пойдем домой. Пойдем, Диего. Этого так хотел. Так хотел. Артуру. Он так этого хотел. Чтоб мы были вместе. Чтоб у нас была семья. Пап, ты не должен. Не должен разочаровывать. Артуру. Он так верил в тебя. Ну, пойдем. Пойдем, Диего. Какой же ты грубый, Дэмон. Дурак ты просто, понимаешь? Дурак. Я оскорбляю меня, Эстер. Мне тяжело смотреть, как ты плачешь. Плачешь о мужчине, которого когда-то любила. Он был моим другом. Но теперь мне все понятно. Но теперь мне все понятно. Что? Что тебе понятно? Что? Может быть, у тебя спадет повязка с глаз. То, что у меня было к индейцу, это все иллюзии были. Просто детские. А ты мне сейчас об этом говоришь. Эстер, иногда возникает сомнение. Холод проникает в душу, мысли, и начинаешь сомневаться. Нет. Нет же, дорогой мой. Горе, которое я чувствую из-за индейца, это горе сестры, подруги, родственницы. Ведь только ты важен для меня, как мужчина, понимаешь? Не сомневайся ты больше. Я люблю тебя. Люблю, дурак ты. Спасибо. Что-нибудь еще, шеф? Нет, спасибо. С вашего позволения. Знаешь, Ауэллио, ты противоречивый человек. Иногда ты так благороден, прямо как странствующий рыцарь. Но иногда... Я окажусь тебе деспотом, верно? А такой я и есть. Я такой с теми, кто мне служит. Они получают столько денег от меня, сколько и мечтать не могли. Поэтому они обязаны угадывать мои мысли, если это понадобится. Но с тобой все не так, Габи. Ты пришла сюда не для того, чтобы служить мне, а для того, чтобы тебе служили. За тебя. Богиня любви, красоты и войны. За тебя. А я думала, что Афродита была только богиней красоты и любви. Ошибаешься. Афродита была последней причиной в битве титанов. Здесь и начинается наша эпопея. Война? Против кого, Аурелио? Против всех и вся. Против всего, что можно назвать конкуренцией. В том числе и против Тропибелла? Особенно, Тропибелла. Она наш главный враг. Сара, не теряй время. Они мои, я тебе сейчас докажу. Не теряй время. Я их хорошо знаю. Они Габриэл и Грубер. Неправда. Неправда. Здесь и мои тоже. Видишь? Нет, это бессмысленно, Сара. Что бы ты ни делал, ты меня не убедишь. Они не твои, точка. Не мои? Ну, посмотри, посмотри, я их сделала. Вот они, посмотри же. Ну, взгляни. Ну. Это не может быть. Конечно. Конечно может. Это правда. Посмотри, Сара, прошу тебя, они одинаковые. Те же линии. Ну, и небольшие изменения, но... Я же не виновата в том, что эта дурочка придумала то же, что и я. В любом случае, это ничего не меняет. Они мои, точка. Это мои эскизы. Конечно, может быть, есть некоторые совпадения. Да, совпадения. Именно. Именно совпадения. А может быть, их и нет. Нет, они есть, Сара. Значит, я не могу поверить, честное слово, я не могу поверить. Ты занялась плагиатом. И с кого? С Габриэлой Груббе? Ты скопировала все у Габриэллы. Да, Сара? Нет, нет и нет. Это мои эскизы. И мне все равно, если это совпадение. Это моя работа, и я ее не оставлю. Но это не совпадение. Они одинаковые. Нет, Сара. Прости меня, но мы не можем выпустить эту линию. Эта линия пойдет, потому что она моя. Это моя работа. Я голову себе ломала, чтобы все это придумать. Ни она, и никто другой не имеет никакого права называть меня воровкой. Даже ты, Рикардо. Я этого не позволю. Прости, Сара, но если даже предположить, что они твои, любовь ведет в заблуждение сходства. Нет, извини, не пойдет. Нет. А я не вижу сходства, о котором ты говоришь. Только ты его и видишь. Да. И я, и Эва, и любой нормальный человек. Нет, Сара, не пойдет и точка. Нет. Это моя работа, и она пойдет. Нет, Сара, не пойдет. Это эскизы Габриэлы. Нет. Я не согласна, Аурелио. Ты смотришь на конкуренцию так, как будто речь идет о жизни или смерти. Безжалостно. Как будто нужно уничтожить других, чтобы победить самому. И я создал этот мир, Габи. Когда я в него пришел, он уже был таким. Как ты сама говоришь, я люблю поэзию. Но поэзия не ослепляет меня. Гомер был слепым, но он написал Илиаду и Одиссею. Это поэмы о войне. А мир бизнеса такой и есть. Война, где с войны можно встретить, только убив другого. Иначе говоря, ты бы не стал колебаться, если бы понадобилось уничтожить Тропебеллу. Иначе говоря, тебе можно показаться жестоким, но... Естественно, не делая ничего противозаконного и бесчестного. Но сам Федерико, твой отец, дал мне этот урок о конкуренции. В делах нет места чувствам. А я не хочу никого и ничего разрушать. Я хочу поступать правильно. Я хочу отдать все самое лучшее, что есть во мне, как в модельере одежды и в манекенщице. И мы выступим против других домов моды. Я с тобой во всем согласен. Постепенно ты всему научишься. Да, я уверена. Но сейчас мне необходимо, чтобы никто меня не беспокоил, чтобы я могла сосредоточиться на своей работе. А когда мы будем готовы, то преподнесем миру моды приятный сюрприз. Потому что это будет рождение Афродиты. Настоящие события. Но для этого мне нужна помощь одного человека. Все, что ты захочешь, Габи. Кто тебе нужен? Или что? Все у твоих ног. А я вам говорю, что вы украли эти эскизы у Габриэлы Грубер. И я скажу об этом, где следует. И молчать не собираюсь. А еще я скажу обо всем. Господину Федерико. Понятно? Подожди. Послушай, деточка, ты сама не знаешь, что говоришь. Твой голос в этой компании веса не имеет. Или ты забыла, что ты всего лишь жалкая служащая, дорогуша. И кроме того, твоя подружка Габриэла Грубер здесь больше не королева. Так что здесь тебе места нет. Ну, очень хорошо. Я и сама не хочу здесь оставаться. Среди вас воровок, заговорщиц, да еще проигравших. Понятно? Я ухожу. Тогда убирайся отсюда. Сейчас же мы не хотим, чтобы ты здесь оставалась. Шпионка. Убирайся. Чего ты ждешь, дорогуша? А знаешь что, Роксана, не нужно мне это повторять дважды. Потому что я не хочу больше здесь оставаться. И вот что я тебе скажу, ты мне противна. Очень противна. Ты видишь? Это не может быть совпадением. Я отказываюсь в это поверить. Нет, Сусанна, слишком много сходств. А ты что думаешь? Я согласна, но я не осмеливалась подумать, что Сара способна на такое. Да, 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 я тоже не могу в это поверить. Мне тяжело думать, что вся эта работа была скопирована с эскизов Габриэла Грубер. Мне кажется, это очень низкий поступок, Сусанна. А как мы сможем узнать это, Рикардо? Ведь здесь же стоит подпись Сары, и никто не сможет этого отрицать. Нет, нет, это мы еще посмотрим. Пожалуйста, Сусанна, позови ко мне Эву. Она уверяла, что это работа Габриэла, а она знает ее стиль. Она вместе с Габриэлой работала над этой линией, так что она лучше всех знает эту работу. Пожалуйста, позови ее прямо сейчас. Мы решим этот вопрос и немедленно. Мама, мы с Демо помирились, поэтому я и задержалась. Вот то, что ты просила купить, и свечи для Артура. Вот, на. Ну, конечно, у тебя не одно, только другое. Я всегда говорила, только тебя за смертью посылать. Всегда задерживаешься. Ну, ладно, я очень рада, что ты помирилась с твоим женихом. Очень рада. Я тоже, мам. Помочь тебе? Да, нужно достать тарелки, вилки, ножи и пиво. Пиво? Мамочка, в чем дело? Ты что, в это время уже выпить решила? В такую рань? Это не для меня, это для... Для Рамира. Всегда для Рамира. Принеси мне пивка, чтобы я как-то пришел в себя. В чем дело? Что такое? Поесть? Найдется что-нибудь? Мам, ты что, опять разрешила вернуться этому чокнутому? Ты согласилась опять? Я попрошу поважительно относиться к петуху на этом дворе. Послушай, Эстер, дай я тебе сейчас все объясню. Не нужно мне ничего объяснять. Я все понимаю, я ничего не хочу знать. Не надо мне никаких объяснений. Эстер! Эстер, ты мне весь дом разнесешь. Мне это не нравится, когда вещи летят на пол. Ай, курочка, курочка. Эстер, дай я здесь. И весь твой Эстер. Какая наглость. Это бесстыдство. Конечно, автор этих работ Габи. Кто-то решил, что меня можно так обмануть. Таким глупым образом. Как хорошо, что ты пришла. Господин Линарес, я хочу, чтобы вы меня выслушали. А ты меня выслушай. Нет уж, это вы меня должны выслушать в последний раз. Почему? Почему в последний раз? Что ты хочешь сказать? Я ухожу. Я не буду терпеть. Не выношу эту свору завистников, засевших в этой фирме. Эту толпу посредственностей. А самое главное, я не выношу и терплю, и не испытываю никаких симпатий к главе этой фирмы. Понимаете? Минуточку, Эва. Кого ты имеешь в виду? Меня? Ты так ко мне относишься? Нет. Мне вы даже нравитесь. Вернее, нравились бы, если бы не относились так грубо и так бесцеремонно к Габе. Я могла бы стать даже вашей душевной подругой. Понимаете? Но я имела в виду эту змею, вашу супругу. Минуточку, Эва. Алло, да, Магаляна здесь. Да, конечно, никаких проблем. Это тебя. Меня? Да, тебя. А кто? Не знаю. Алло. Послушай, никому не говори, что это я звоню, ладно? Я нашла тебе новую работу. Так что собирайся и приезжай сюда, только немедленно. Давай скорей. Это Габи? Ты с Габи разговариваешь? Дай мне трубку, я хочу поговорить с ней. Дай мне трубку. Хорошо, хорошо, притворись, что это ты не со мной разговариваешь. Запиши быстренько адрес. Запиши и прямо сейчас или как только сможешь... Мчись сюда. Подожди минуточку. Подожди. Послушай, дорогой. Да. Да, да, поняла, да. Как только я здесь завершу все дела с увольнением, я сразу же буду с тобой. До свидания, любимый. Я не знал, что у тебя есть жених, Эвэль. Не знал. Неудивительно, господин Ленарес. Я очень скрытная, когда касается чего-то личного. И это серьезно то, что ты сказала? Ты хочешь уволиться? Да. А если я тебе прибавлю зарплату, что скажешь? Нет. Может быть, ты увольняешься из-за истории с эскизами Габи? Да или нет? Да. Знаешь, Эва, я вижу, ты очень преданная подруга Габи. Ей повезло. Может, дать тебе рекомендательное письмо, тебе ведь придется искать новую работу. Хочешь, я поговорю с кем-нибудь, с конкурирующими фирмами? Нет, спасибо, не надо. У меня уже есть работа. Уже? Да. Ну-ка, ну-ка, где, у кого? Это нашел мой жених. Новый дом моделей. Новый. Ну что же. Бесполезно настаивать. Вижу, что ты очень жаль. Ты великолепный специалист. Желаю тебе всего самого лучшего. Сообщи, когда будешь замуж выходить. Я тебе подарок пошлю. Когда буду выходить замуж? Ну, ты же сказал, что у тебя жених. А, да, да, конечно. Да, когда буду выходить, конечно. Видите ли, я сейчас очень много думаю над этим. Конечно, я сильно его люблю, но он немного не тот тип человека, который мне бы подходил. Ну, ладно, спасибо за все. Было очень приятно с вами работать. До свидания. Спасибо. Минуточку, Эва. А как ты сказала, называется этот новый дом модели? Нет, я вам этого не говорила. До свидания. До свидания. Ну, что это за дом моделей? Какой-нибудь новый? Вот так. Значит, у меня будет собственный дом моделей. Я сама вместе с другими буду представлять свои работы, а? Каково? Нет, дочка, не твой собственный, а совместно с Ауреллио. Пополам. Не хочу праздник тебе портить, но для меня пополам только тогда хорошо, когда половинки подходят друг к другу. Понятно? Мама, ну не будь ты такой вредной. Слушай, Габи, не сомневайся, делай свое дело. Это твоя жар-птица. Я всегда знала, что ты далеко пойдешь. Я всегда это говорила с самого детства. Я не из тщеславия согласилась. Не из-за стремления к успеху. Я это сделала только из-за этого младенчика. Из-за моего любимого мальчика, такого хорошенького. Он для меня важнее всего на свете. Правда, пупсик мой? Ну, конечно. Ну, конечно, из-за вас. Что же, если все так обстоит, пусть Господь благословит. Все и будет именно так, как ты хочешь. Посмотрите-ка на эту головку. Она служит не только для того, чтобы прическу делать. Ей им надо пользоваться. И все ради этого маленького мальчугана. Он единственной любовь, которую никогда не предаст. Это правда, я знаю. Я никого не предам. Целиком погружусь в работу душой и телом. Ради тебя моя прелесть. Ты знаешь, что у тебя никогда не было жениха, Патрисия? Никогда, Пленью, никогда. Только иллюзии. Иллюзии, которые были даже не мои, чужие. Извини, но я тебе не верю. Такая красивая девушка, постоянно общающаяся со сливками общества. Извини, но поверить в это невозможно. Просто невозможно. Да, я общаюсь с Высшим Светом, как ты говоришь. Но говоря правду только как бедная родственница Ленаресов. Мне приходилось терпеть их плохо скрываемое удивление. Знаешь, в этой среде тебе не прощают твою бедность. Никогда. Но все это изменится. Очень скоро у тебя будет твое собственное состояние, личное. Безусловно, все будет по закону, как я тебе это неоднократно говорила. Именно поэтому я все отдала в твои руки. Я знаю, ты не сделаешь ничего предосудительного, даже ради меня. Правда, Пленью? Ради тебя я способен на все. Конечно, если все законно. Вот ты видишь, ты будешь богат, уважаемый. И тобой будут восхищаться. Обязательно. Я бы поменяла все это на то, чтобы быть любимой. Любимой по-настоящему. Чтобы меня любили и принимали такой, какая я есть. Чтобы не было никакой корысти. А все остальное меня не волнует. Ты будешь миллионершей в любви, Патрисия. А вот мне тоже позабочусь. Особенно об этом. Особенно. Честно говоря, надо было их побольше изменить. Какая я глупая. Но не шагу назад. Они мои и точка. Если говорить правду, то эта дурочка действительно хорошо разрабатывает модели. Не просто хорошо, отлично. Сара, я хочу с тобой поговорить. Ты убедился в том, что они мои? Они не твои. Рикардо, не начинай все сначала. Я этого не допущу. Ты хочешь помешать мне участвовать в показе? Чтобы я оказалась в глупом положении? Ты только одного хочешь? Еще раз сделать мне больно? Нет, Сара, послушай меня. Да, мы будем работать вместе. Мы все хорошо сделаем, без всякого сомнения. Мы сделаем другую работу и выпустим другую коллекцию. Все будет по-другому. Послушай меня, Сара. Нет. Ты не тронешь мои эскизы? Сара, я говорю тебе, они не пойдут. Все. Мы начнем все сначала. Ты с ума сошел? Зачем ты это делаешь? Чтобы никто не сомневался в том, что ты добьешься успеха, Сара. Не будет пятен, не будет подозрений. Ты будешь лучшей моделью во всей стране. А твои эскизы будут самыми удивительными. Но только без этих работ. Поверь мне. Пожалуйста. Да, Рикардо. Вообще-то, когда я работала над ними, я не знала, что она делает эскизы, настолько похожие на мои. Если бы я их увидела, я бы все изменила. Я клянусь тебе, Рикардо. Ты мне веришь? Правда? Не важно, Сара, забудь об этом. Давай начнем работать. Работать усиленно. Я хочу сделать нечто такое, что будет совершенно не похоже на работу Габриэля. Пойми ты это. Хорошо, Рикардо. Если ты меня просишь, я сделаю это ради тебя. Сара, послушай, я в долгу перед тобой, это правда. Я признаю, что сделал тебе много плохого. Поэтому я приложу все усилия, чтобы ты стала лучшей, как раньше. Чтобы стала первой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова